МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о интересной машине, которую компания BYD презентовала в августе 23-го года. И, как говорят, это будет убийца трехсотых и так далее, и тому подобное. А вообще, на самом деле, это Defender с Алиэкспресса. И название суббренда компании BYD – Leopard 5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В августе прошлого года состоялась презентация нового автомобиля бренда от автоконцерна BYD – Фэнг Чэнг Бао, на глобальном рынке, именуемого как Leopard, который в корпоративной иерархии расположился между марками Denza – кроссоверы и минивены, и Yang Wang – роскошные внедорожники-суперкары. Для нового бренда придуман отдельный логотип, вдохновлением для которого стали звезды и график математической функции. Под маркой Фэнг Чэнг Бао в компании намерены выпускать электрифицированные кроссоверы и внедорожники среднего ценового сегмента. Leopard 5 длиной 5 метров построен на новой платформе DMO – Dual Mode Offroad, с продольным расположением двигателя, которая специально разработана для внедорожников. Хотя BYD немного скупилась на подробности, скорее всего, это улучшена версия их платформы DMP для гибридных электромобилей с подключаемым полным приводом PHEV и EREV – электромобиль с увеличенной дальностью хода. Автомобиль имеет рамную конструкцию и независимую подвеску для всех колес. Внедорожник выглядит довольно прочным. Экстерьер автомобиля сильно тяготеет к тренду внедорожников в наши дни. Проще сказать, он квадратный. Общий дизайн автомобиля – блочный, с прямыми линиями и минимальным количеством изгибов, или вообще без них. У него квадратные крылья, алюминиевые противоскользящие пластины, запасное колесо, установленное сзади. Светодиоды проходят по всей границе упомянутого прямоугольного блока, который состоит из решетки радиатора и фары. Это было сделано для того, чтобы автомобиль выглядел визуально шире. Даже светодиодные проекторы в передних фарах были выполнены в форме кабины, чтобы подчеркнуть квадратный и высокий вид автомобиля. Стиль дизайна, использованный для Leopard 5, называется эстетика Leopard. Концепция, разработанная Вольфгангом и Йозефом Эггером, бывшим ветераном Audi, а в настоящее время директором по глобальному дизайну BYD. В зависимости от комплектации, автомобиль оснащается 18-дюймовыми колесными дисками, обутами в шины BF Goodrich AT, или 20-дюймовыми колесными дисками, обутами в дорожную резину Michelin Pilot Sport. При длине 4890 мм, ширине 1970 мм и высоте 1920 мм, колесная база у него 2800 мм. Он немного меньше нового Land Cruiser Prado. Это объясняет двухрядную, пятиместную компоновку внутри. В интерьере он также отличается прямолинейностью, квадратностью и простотой оформления. Внутри Leopard 5 оснащен физическими кнопками, двумя ЖК-экранами и 18-ю динамиками от французского производителя аудиосистем высокого класса Diviolet. Но главной темой для обсуждения в интерьере должна стать центральная консоль, поскольку это хорошо продуманный и уникальный аспект автомобиля. Он получил ступенчатый дизайн, где верхняя ступень состоит из полезных функций, таких как беспроводная зарядка, а нижняя из держателей для бутылок. Помимо этого мы видим, что все механические кнопки были размещены между ними. Этот внедорожник среднего размера от BYD довольно серьезно относится к своим внедорожным качествам. Он может похвастаться углом въезда в 39 градусов, вылета 35 и углом отрыва 27. Максимальный дорожный просвет составляет 30,9 см. И внедорожник может увеличивать его еще на 13,5 см благодаря системе подвески D-SUS-P от BYD. О внедорожном потенциале Леопарда говорит также наличие понижающей передачи и трех блокировок. Задние и передние дифференциалы здесь привычные, а вот блокировка центра реализована программной синхронизацией работы двух электромоторов. Заявленная дальность хода в электрорежиме 125 км, а в гибридном режиме с полным баком 1200. Разгон до сотни займет чуть более 4 секунд. Гибридная силовая установка состоит из бензинового турбомотора 1,5 литра. В основном он работает в режиме генератора, но может и подключаться к передним колесам и двух тяговых электромоторов. Передний выдает 272 л.с., а задний 387 сил. Суммарная мощность системы 680 сил. Обещана еще одна версия с двухлитровым турбомотором, но ее характеристики пока не раскрыты. Фэнг Ченбао начнет продажи в Китае со 100 магазинов в 60 городах. Ходят слухи, что компания рассматривает возможность экспорта своих автомобилей и на другие рынки. Помимо Leopard 5, компания Фэнг Ченбао также показала концепт Car Super 8, который является анонсом флагмана серийной модели Leopard 8. Наконец, меньший по размеру и еще не представленный Leopard 3 станет отправной точкой в линейке. Что касается цены на Leopard 5, она составит от 300 до 400 тысяч юаней в Китае, что составляет примерно от 41 до 54 900 тысяч долларов на глобальном рынке. Ну что думаете по поводу этого своеобразного автомобиля от компании BYD еще с названием Leopard 5? Такой ли он грациозный и весь в пятнышках? Напишите свои мысли в комментариях. Ну а пока автопроизводители Китая штампуют свои новые автомобили, не забываем о том, что есть старые добрые американские конкретные джипы. И они у нас есть в наличии. Вот здесь сейчас появится QR-код, можно пройти в наш телеграм-канал, подписаться и следить за новинками. А также задать свои вопросы по наличию автомобилей. И да, мы возим запчасти, кузовщину и прочее на джип, рам, кадиллак и так далее, и так далее. За вопросами в наш телеграм-канал. Ссылочки мы прикрепим внизу дополнительно. А с вами был я, Евгений, и хороших и интересных вам машин. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok